Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Жукаев. Вот уже почти два года идет строительство моста, соединяющий Кубанское ущелье с городом Карачаевск. Из-за ремонтных работ было приостановлено движение транспорта, но на сегодняшний день строительство не ведется и переправиться можно только пешком. Узнать причину, по которой приостановили строительные работы, собрались жители аула Каменомост. Там же побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Строительство моста, соединяющего Кубанское ущелье с Карачаевском, началось в июне 2022 года, а до этого в течение года проводилась подготовка проекта. Напомню, что в июле 2021 году из-за подмыва опору ливневыми дождями произошло частичное обрушение моста, и в итоге было перекрыто движение. В летнее время активно велись строительные работы, а сейчас почему-то они приостановились, и мы не знаем, как нам быть, сетуют жители Каменомоста. Год и четыре месяца, вот мост в таком состоянии. Говорят, то денег нет, то что, то остановили, то начали делать. И теперь, видимо, они ждут, еще кто-нибудь пострадает. Больше я ничего не знаю. Думали, какие-то компетентные люди сюда подойдут, мы с ними общий язык найдем, и дальше уже видно будет, что мы будем делать. Если народ, если они не будут, не услышат наши желания, мы уже пойдем закрывать федеральную дорогу. И против нас они ничего не смогут сделать. Пять-шесть горных аулов, вообще закрыта дорога. Такси стоят три раза дороже, маршрутка пять раз дороже. На частных машинах, вот здесь ночью приезжают частные машины, которые здесь рядом живут, просто пешком ходят. Я лично на работу пешком хожу. Почему? Потому что в объезд ехать 20 километров. Мы ежедневно на бензину умножьте. Зачем это делать, я не знаю. Мы просто требуем. Больше года жителям приходится передвигаться через поселок Марай-Агы на своем автотранспорте. Маршрутки не ездят, и у тех, кто не имеет свой автомобиль, приходится идти пешком. Так как не каждый может оплачивать за проезд на такси. А как же нам быть при чрезвычайных ситуациях, когда практически невозможно попадание в аул ни скорой машины, ни пожарной? Эти и другие вопросы жители Каменномоста адресуют строителям моста. Самое главное нам, чтобы временно пустить для скорой помощи, для легковых машин. Вот этот парень каждый день флягами таскает воду на свою ферму сюда. Вот этот парень флягами таскает воду вот здесь. Одна машина там стоит, другая машина здесь стоит. Легковые у них. Ну представляете, какое мучение. Представители Республиканского автодора подчеркнули, что были выделены деньги по проекту строительства на два года. На эти средства уже проведены строительные работы. Но необходима еще дополнительная сумма, чтобы установить балки. Нам выделили деньги на два года. 12 миллионов в этом году и остаток средств на следующий год. Данный объект переходящий, чтобы было понятно. Все, что здесь сделано на сегодняшний день, уже выполнено на 12 миллионов. Плюс еще есть у нас перед подрядчиком задолженность. Потому что так мост тоже оставлять нельзя. Сейчас разрабатывается вопрос о том, чтобы с той стороны, со стороны Каминомоста, сделать дополнительно переходные плиты и подвинуть блоки сюда, чтобы проезд с той стороны был более широкий. Чтобы когда люди с Марая выехали, беспрепятственно проезжали. О том, чтобы установить балки и сделать проезд, в этом году речи быть не может. Жители аула Каминомоста обратились с просьбой к представителю автодора открыть проезд хотя бы для легковых машин. Главный инженер республиканского автодора Муайет Хутов еще раз подчеркнул, что это очень опасно и категорически запрещено. Мы не хотим повторять того, что произошло позапрошлом году, 5 июля. Здесь нету барьерного ограждения, здесь нету никаких удерживающих сооружений. И под свой страх ирист или кто-нибудь из вас, если готов это все сделать, я не буду сюда пускать людей. Пешеходную зону мы организовали для того, чтобы люди могли пешком ходить. Так что извиняйте, все, что бюджетные средства выделила нам республика, они полностью выполнены на этом мосту. Впереди холода, и жителям аула Каменомост остается надеяться, что найдутся денежные средства, чтобы наконец завершить строительство моста и пустить долгожданное транспортное сообщение. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. С начала текущего года на территории Черкесии зарегистрировано более 1100 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 88 человек. Для девяти из них случившееся закончилось трагически. Сегодня автоинспекторы Черкеска очередным профилактическим мероприятием напомнили участникам дорожного движения быть более внимательными. Тему продолжит Артур Мхце. В Черкесске снова сбили пешехода на зебре. От количества рейдовых и профилактических мероприятий городских автоинспекторов у водителей вроде бы должен выработаться рефлекс, быть бдительными. Однако в который раз приходится говорить то ли о неуважении участников дорожного движения друг к другу, то ли о незнании ими правил. Вот и теперь водитель проигнорировал, что человек пересекает проезжую часть по пешеходному переходу. Девушку за рулём легковушки полицейские уже задерживали в сентябре текущего года за вождение в нетрезвом виде. Однако лишение прав находится в ведении другой организации, а потому автомобилист продолжила кататься, как ни в чём не бывало, до нынешнего происшествия. В результате наезда транспорта пострадала женщина, которую госпитализировали в медучреждении региональной столицы. Это всё по невнимательности в первую очередь водителей, а также самих пешеходов. Пешеходы зачастую переходят дорогу, у них в ушах то установлены микрофоны, слушают музыку, по сторонам не смотрят. Также водители отвлекаются на свои телефоны. И вот это всё приводит у нас к дорожно-транспортным происшествиям. В свете нескольких последних случаев на дорогах Карачао-Черкесии автоинспекторам было рекомендовано усилить контроль за происходящим на проезжей части. Согласно распоряжению начальника отдела МВД России по городу Черкесску, сотрудниками ОГИ БДД на территории города Черкеска проводится профилактическое мероприятие, направленное на снижение ДТП и тяжести последствий, связанных с наездом на пешеходов в первую очередь, и детского травматизма. За текущий период, хотелось бы подчеркнуть, за 2022 год на территории города Черкеска совершено 1103 ДТП, в которых получили ранения 88 человек, и 9 человек из них погибло. Полицейские раздавали водителям памятки, напоминали им о том, что соблюдение правил в интересах всех участников дорожного движения и позволит избегать неприятностей. Впрочем, статистика дорожных происшествий за несколько последних месяцев заставляет задуматься над дополнительными мерами, которые помогли бы усилить контроль за происходящим на проезжей части. Артур Махцель и Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами дождь, ночью в горах со снегом, ночью и утром местами туман. Ветер северный 5-10 метров в секунду. В горах выйдут порывы до 11-14. Температура ночью 2-7 и местами минус 3 плюс 2. Днем 5-10 со знаком «плюс». А в горах 0 плюс 5. Ночью на дорогах гололедится. В Черкесии дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 5-7, а днем 8-10 градусов тепла. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Новая коллекция шуб в магазине «Вятские меха». Участвуй в бонусной программе и получай дополнительную скидку на покупку шубы. Рассрочка без переплаты и первого взноса. «Вятские меха». Троллейбусная остановка на кругу. Улица Кавказская, 42. Город Черкесск. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Историческая память. Дорога в будущее. Под таким названием сегодня в Черкесске состоялся круглый стол. Международный колледж «Полиглот» собрал на своей площадке студентов, преподавателей, представителей власти, духовенства и научного сообщества. Участники говорили о значении 4 ноября в истории России, истории возникновения этого праздника. Были заслушаны доклады о единстве народов Карачаева-Черкесии в годы Второй мировой войны, единстве верующих и духовенства в традиционных религиях. В культурно-развлекательной программе мероприятия, подготовленной студентами, была историческая викторина, а также песни и танцы, посвященные дружбе народов Кавказа. Самое главное, что для нас, самое главное, это мир, чтобы мы понимали друг друга и не делили ни по национальному, ни по профессиональному признакам. Я хочу пожелать вам успехов, успехов круглому столу и хочу, чтобы вы максимально извлекли из сегодняшнего мероприятия пользу для себя. Хотела бы обратиться ко всем представителям народов, которые проживают в нашей республике, объединиться, бороться за мир, за патриотизм, за единство, за сплоченность всех нас. Я поздравляю всех с этим знаменательным праздником. Всего доброго! В картиной галереи Черкеска открылась ежегодная выставка, посвященная одному из тяжелейших дней памяти жертв депортации карачаевского народа. Часть представленных работ показывают мирное время, величавые горы Кавказа, прекрасную природу, красоту его жителей, так как, несмотря на тяжелую историю, репрессированные народы не утратили свою любовь к родине. Соприкоснулась с тревожным временем и Альбина Ламкова. Эти тяжелейшие годы, 14 лет, в течение этих лет народ не был сломлен, остался оптимистом. И вот сегодняшняя выставка свидетельствует за то, что наш народ все-таки сумел выжить, но в памяти сохранил те несправедливые страшные годы. Депортация одного народа – это трагедия всего человечества. Более того, никакой вины у Карачаевцев перед страной не было. Изгнанные в одночасье из родных мест, где проживали столетиями, расселили их в Средней Азии, сказал народный поэт Карачаева-Черкесии Дина Мамчуева. Основание было одно, отметила она. Причина всем давно известна. Наши красивые земли приглянулись господину Тирану Сталину и его приспешникам. Современные поэты и писатели время от времени возвращаются к этой теме, а художники пишут монументальные работы, посвященные депортации. Подрастает молодежь. Она тоже вносит свою лепту в трагическую страницу истории карачаевского народа. А все это для того, чтобы никогда ни один народ не ступал на этот трагический путь. В заключении сказала Дина Мамчуева. Выставку, посвященную депортации карачаевского народа, художников республики, разместили в трех залах. В одном из них расположили мини-выставку Умара Мижева. В своих произведениях художник в ярких красках вдохновенно воспевает и прославляет красоту родного края. Каждая история, реализованная на полотне, воплощает связь с родной землей. Представленные работы никого не оставили равнодушными. Ирония и сарказм убедительно представлены в картинах художника Мусе Байханова. Он посетил места ссылки карачаевского народа. Собрал некогда засекреченные архивные данные о незаслуженно выселенном народе. Несколько характерных деталей, узнаваемых. И они узнаваемы не только для тех людей, которые пережили депортацию ссылки. Для людей из ГУАГов, для людей из советских концлагерей. Посмотрите, как хорошо слово «сослать» обыграно. В каждой работе выставки считывается определенный сюжет. Одни впечатляют в селе «Оптимизм», другие настораживают. И вместе с ними вновь проживаешь ужас прошедших лет. Но для того, чтобы в полной мере прочувствовать историю каждого полотна художников, необходимо лично увидеть их работы. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Завтра в День народного единства состоится увлекательное телевизионное путешествие вглубь веков. На онлайн-платформе «Смотрим» пройдет всероссийский телемарафон «Национальный характер». Он охватит все восемь федеральных округов. На протяжении нескольких месяцев все региональные филиалы ВГТРК, в том числе и ГТРК Карачаева-Черкесия, готовились к марафону «Национальный характер». Собирали самые удивительные истории, погружались в былины и традиции своего края, снимали фильмы про самоотверженных героев, выдающихся людей. 4 ноября, в День народного единства, зритель откроет для себя богатый мир национальных республик, бескрайние поля и юга, и могучие горы Кавказа. Напомню, марафон будет транслироваться на онлайн-платформе «Смотрим». Начало в 8 часов утра. Это будет уже шестое телесобытие такого формата. Очень важно, конечно, показать культурный код, который формирует национальный характер нашего народа. Это сегодня особенно важно в условиях, проводящейся на Украине специальной военной операции, показать моральный дух, крепость духа и победимость нашего народа. Вот такая, собственно, цель нашего телемарафона. Это все весы на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Художник». День народного единства. День воинской славы. Всероссийская государственная телерадиокомпания представляет грандиозный мультимедийный марафон региональных филиалов «Национальный характер». История и современность, традиции и обычаи, выдающиеся личности прошлого и настоящего. Высокий дух патриотизма, уникальный культурный код и самобытные черты, формирующие национальный характер граждан великой страны. 4 ноября с 8 утра и до полуночи по московскому времени. На платформе «Смотрим».